На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чебыкин и в начале коротко об основных событиях четверга. Можно вас спросить, у вас есть лицензия на продажу алкогольных продуктов? А вы кто? Алкостоп в деле. Инициативная группа обошла ларьки и магазины 10-го микрорайона, чтобы проверить добросовестность продавцов. В три часа ночи сегодня приехали пожарники, установили гидрант. Ну, пошумели здесь, поработали, уехали. Незапланированное наводнение. Незакрытый полностью гидрант заставил жителей поволноваться. Еще плечами накрывай, выше раскрыться. Это только начало. Перспективная тяжелоатлетка вернулась домой с бронзой. Общественное движение «Алкостоп» продолжает выводить на чистую воду тех, кто нелегально продает алкогольную продукцию. Накануне общественники посетили пять павильонов. Все они грешили незаконной торговлей спиртными напитками. Екатерина Саяпина с репортажем. Работники ларьков лучше других знают, где можно спрятать алкоголь. Например, за тонированными дверцами холодильников, в ящиках и даже на самодельных полках под потолком. Такая ситуация каждый раз открывается взором участников акции «Алкостоп». Цель общественников неизменно – проверить наличие лицензии на продажу алкогольной продукции. Напомним, что такой документ выдают магазинам с площадью свыше 50 квадратных метров. Павильоны такой квадратуры не располагают. Можно вас спросить, у вас есть лицензия на продажу алкогольной продукции? А вы кто? Я гражданин Российской Федерации, которому не безразлично от этой темы. А что случилось? Давайте вы сначала на мой вопрос смотрите. А я продаю пиво или продала пиво? Реакция продавцов на вопросы о наличии лицензии разнообразна и непредсказуема. Одни делают вид, что не понимают, о чем идет речь, другие просят подождать приезда хозяина ларька. А сотрудница магазина «Апельсин» предложила нам проверить другие магазины, а их торговую точку оставить в покое. Реакция жителей тоже не всегда однозначна. Одни заинтересованы в том, чтобы спиртное не продавалось в ларьках, поскольку такие торговые точки зачастую грешат еще и тем, что продают алкоголь несовершеннолетним. Другие же опасаются, что после таких акций киоск закроется и не хотят лишиться торговой точки в шаговой доступности от своего дома. Дело в том, что вы всегда стараетесь там клюнуть, где и так плохо. Это выгоднее. Чем нам выгоднее? А потому что вы вот сейчас его закроете. Мы его не закрываем, женщина. У вас сейчас такая будет отдушина, что вы вот что-то сделали. В этот раз алкостоповцы посетили пять магазинов в 10-м микрорайоне. Ни один из них не смог похвастаться наличием лицензии. Зато спиртное общественники обнаружили во всех пяти ларьках. По словам руководителя движения, его команда продолжит обходить торговые точки с целью выявления нарушений, а также отслеживать результаты уже проделанной работы. Екатерина Саяпина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Вопросы и предложения. 18 марта у нефтеюганцев появится шанс поговорить лично с исполняющей обязанности губернатора Ханты-Мансийского округа Натальей Комаровой. Она приедет в наш город с двухдневным визитом. Общаться с жителями глава региона будет в среду в администрации города с 9.30 до 13.30. На 14.30 намечена встреча с депутатами, а в 17.00 в Нефтеюганске пройдет митинг. Наталья Комарова примет участие в шествии, приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией на юбилейной площади. На 19 марта также намечено несколько встреч с предпринимателями города и района, общественными советами учреждений социальной сферы, ЖКХ, управляющими компаниями. Уже вечером перед отбытием Наталья Комарова посетит пресс-конференцию в культурном центре. Телекомпания «Юганск» будет широко освещать визит главы региона. 216 миллионов рублей выделило правительство России на модернизацию общего и дошкольного образования в регионах. Средства получат 33 субъекта федерации, они определялись на конкурсной основе. Деньги будут направлены на повышение квалификации педагогов, а также на развитие образовательных программ для детей с ограниченными возможностями. Далее к новостям из мира финансов. Авиакомпания «Ютейр» и кредиторы договорились о реструктуризации долга. Она пройдет в несколько этапов, сообщает «Интерфакс». При этом, по словам заместителя губернатора Югры Александра Кима, окружные власти и руководство Тюменской области разрабатывают свои меры поддержки перевозчика в связи с тем, что в компании работает около 8 тысяч югорчан и тюменцев. Напомним, в конце 2014 года сразу несколько кредиторов «Ютейр» подали в суд иски против авиакомпаний. По некоторым из них наложен арест на имущество перевозчика. На рассмотрение депутатов Госдумы поступил проект закона, позволяющего правительству устанавливать предельно допустимые оптовые цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, передает РИА Новости. Напомним, сейчас правительство вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на социально значимые продукты на срок не более 90 дней. Теперь такой же механизм предлагается ввести и в отношении оптовых цен. Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым утверждена программа развития Международного детского центра «Артек» на 2015-2020 годы. Отмечается, что цели программы — создание инновационного оздоровительно-образовательного пространства, разработка и внедрение педагогических технологий, позволяющих получить качественно новые образовательные результаты, соответствующие современным вызовам. Также запланировано развитие международной компоненты деятельности «Артека», передает «Интерфакс». Один из дворов 11-го Б микрорайона затопило раньше времени. К нам в редакцию поступил звонок. Жители 15-го дома ранним утром обнаружили за своим жилищем активированный пожарный гидрант. Механизм был закрыт не полностью, и вода текла прямо на улицу. Находку обнаружил житель дома. Масштаб лужи уже заметен, а под снегом жидкостей намного больше. Владимира Ивановича встревожило, кто же будет платить за дорогую в наше время воду. В три часа ночи сегодня приехали пожарники, установили гидрант. Ну, пошумели здесь, поработали, уехали. Все, не знаю, что делали, не смотрел. В девять часов приехали работники водоканала. Гидрант развернули 45 градусов, и вот с трех часов ночи вода течет. А мы говорим по какой-то экономике, экономии. В МЧС сообщили, что в половине третьего ночи поступил звонок о возгорании соседнего, 12-го дома. Пожарные отреагировали сразу же и отправили на тушение бригаду. По окончании работ герметично закрыть гидрант не получилось. Механизм был неисправен. Дежурные позвонили в диспетчерское управление водоснабжения и канализации и подали заявку на устранение неполадки. Заявка по тече пожарного гидранта 11-32Б поступила в 3 часа ночи со 114 пожарной части. Под утро были отправлены машины для того, чтобы откачать из колодца воду и определиться, в чем проблема. То есть после устранения порыва холодной воды по адресу 13-1, после обеда люди поехали на замену пожарного гидранта. В Нефтьюганске около 350 гидрантов, а общая протяженность всех инженерных сетей водоканала целых 242 километра. За состоянием этого имущества следят всего 7 аварийщиков. Сейчас пожарный гидрант номер 11-32Б полностью исправен и работает в обычном режиме. Что касается финансовой стороны вопроса, в Юганск-Водоканале нас заверили, что платить за утечку жителям не придется. Елена Галиман, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Память сильнее времени. Городской конкурс «Педагогический дебют» подошел к завершению. Последний этап мероприятия посвятили 70-летию Поведы о Великой Отечественной войне, где молодые учителя представили на суд зрителей и жюри свои исследовательские работы. Все проекты конкурсантов так или иначе были связаны с периодом войны. Каждый педагог представил выступления на разные темы. Родственники ветерана Великой Отечественной, блокадный Ленинград, Дети войны и многие другие. Это очень символично, когда наши молодые педагоги предъявляют свой профессионализм, свое мастерство, творческие исследовательские работы именно в конкурсе «Память сильнее времени». Действительно, память должна быть сильнее времени. Четвертый завершающий этап конкурса «Педагогический дебют» добавит каждому участнику новые баллы. Напомним, 11 молодых учителей, воспитателей и педагогов-организаторов показывали жюри свой первый опыт преподавания. Это методика работы с детьми, открытые уроки и организация досуга учеников. Результаты конкурса будут известны завтра. Они знают их истории наизусть. Сегодня в рамках акции «Бессмертный полк» о ветеране-фронтовике расскажет второклассник Айдар Идрисов. Его прадед во время Великой Отечественной войны служил пулеметчиком. Мой прадед Садыков Тимирбай Тимирбайович родился в 1908 году. В 1941 году, когда началась война, моему прадеду было 33 года. Его забрали на фронт со станции Давликанова. Оттуда его отправили в Муртманск. Там его обучили на пулеметчика и отправили в щадь родину. Затем он стал командиром пулеметчиков. Боицы находились в окопах. Мой прадед старался ночью не спать, потому что наутро некоторые бойцы умирали от холода. У деда было огромное желание вернуться домой, обновить своих детей и жену. Наверное, поэтому он и остался жив. Питались бойцы сухарями, запивали водой, больше кушать было нечего. Во время сражения он потерял палец руки и дважды был ранен в ногу. Лечился в госпитале. После выздоровления его отправили работать водителем на амфибии. Амфибия – это такая машина, которая есть и по воде, и по суше. Он возил на амфибии начальника Кузнецова. При взятии Берлина он переплыл реку Эльбу на амфибии и помчался освобождать город от фашистов. И также он держал оборону над городом Ленинграда. Он был награжден медалями за отвагу, орден Красной Везды, за победу Германии, за победу Великой Отечественной войне. После окончания войны он пришел к своей семье. Мой прадед был веселым, играл на гармошке. Его часто приглашали в школу рассказывать ученикам, какие были трудные моменты на войне. Я горжусь своим прадедом! Нефтьюганская тяжелоатлетка Анастасия Анзорова обновила свой рекорд. На первенстве России среди юниоров и юниорок спортсменка показала результат на 10 килограммов выше уровня норматива мастера спорта. В итоге завоевала бронзовую медаль. Три месяца назад Анастасия Анзорова выполнила норматив мастера спорта по тяжелой атлетике. С тех пор в ее руках ежедневник. И это не личный дневник девушки, а календарь тренировок. В нем расписано каждое занятие и каждый выход на помост. Состояние, эмоции, результаты, замечания тренера – все это собрано воедино. По тренировкам, да, если в начале этой тетради я толкала 80 килограмм три раза, то сейчас я уже 90 толкаю три раза спокойно. Соревнования у тяжелоатлетов проводятся в двух упражнениях – рывке, когда спортсмен одним движением поднимает штангу над головой, и толчке, когда сначала кладет снаряд на грудь. Второй вариант у нашей силачки получается лучше. Хорошо, еще плечами накрывай, выше раскрыться. Прежде чем попасть на первенство России по тяжелой атлетике, Настя прошла жесткий отбор, преодолела несколько уровней соревнований и выматывающие тренировки. Однако задалась целью – войти в тройку лучших. Выступала нефтьюганская силачка в весовой категории 63 килограмма. Мы немножко придерживали вес Анастасии, и вот эта вот нервозность, она передавалась и мне. Но затем, когда мы предварительно взвешивались за час до взвешивания, посмотрели, что у нас весом все прекрасно, мы оба успокоились, скушали по пироженке. На первенстве страны принимали участие более 90 девушек. По рассказам Насти, оценить соперниц было непросто. До того, как узнаешь вес конкурентов и их спортивные достижения, понять, кто на что гораст, можно только визуально. На самом деле там очень тактики интересные, у каждого тренера она своя. Кто-то пишет меньше вес, чтобы его не воспринимали как большого конкурента. Кто-то, наоборот, пишет максимум своих достижений. В следующем году спортсменка планирует попасть на первенство Европы и там выполнить норматив мастера спорта международного класса. Однако прежде вновь подготовка. К тому же ввели новую процедуру допинг-контроля. Если раньше результат озвучивали в течение месяца, то сейчас ждать надо полгода. Как показывает статистика, новостей очень много стало случаев с летальным исходом у спортсменов. Поэтому было принято России РУСАДА, министерством этой комиссии, именно тщательно подходить к пробам. На этих соревнованиях очень много спортсменов просто снимали соревнования. По пять, по шесть человек практически в каждой весовой категории ездили. Чтобы получить новый разряд, Насте надо порвать 90 и толкнуть 115 килограммов веса. В положенный срок и норматив тяжелоатлетка обещает уложиться. Светлана Ряписова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будний 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...